С середины февраля на пост директора Преокско-Террасного заповедника заступил новый человек. Но в заповеднике он уже бывал, правда юнатом, еще в 73-м году. В нашем регионе о нем мало чего знают. Сам он из Москвы. Но за ситуацией в заповеднике до получения должности очень внимательно следил. Поэтому, придя сюда, директор уже знал, с чего начнет. Признается, что его назначением довольны не все. Он трепетно ставит книги в шкаф. С собой их Евгений Григорьев привез с Курильских островов. Я туда уехал работать. Сначала научным сотрудником, а потом 13 лет работал директором. Родился в Москве, окончил Московский государственно-педагогический институт имени Ленина, географический факультет. Кандидат биологических наук. Когда поступило предложение возглавить Преокско-Террасный заповедник, согласился не раздумывая. Мне так все сочувствовали, что вот я такой, а я попадаю в кризис управляющий. Я пришел, мне все понравилось. Мне понравились люди, мне понравилась база в хозяйстве. Ну, конечно, есть запущенность, захламаленность, помойки кругом. Считают, что предыдущим руководством допущены безграмотные решения, из-за чего коллектив был раздроблен. Поэтому для себя решил, кадровые перестановки просто необходимы. Большинство сотрудников остались на работе в заповеднике, но с небольшой поправкой. Единицы поменял штатные там. Ну, ну, структуру штатного расписания поменял. Зубровый питомник и все, что с ним связано, вот, я еще пока в стадии разборок. Потому что здесь каждый, у каждого монополия на правду. Поэтому сейчас я сдал приказ про проверки всех, внутренне провести проверку всех документов, касающихся зубрового питомника. Его день поделен на две части. Одну из которых он проводит в кабинете, другую на территории. Сегодня можно позволить себе быть в пиджаке. А так, форма одежды для прогулок по лесу не столь официальная. Сейчас все изменилось. Люди заинтересованы, никто не обижен, так сказать. Все понимают, что они делают и что делается вокруг них. То есть все работают как бы в общей команде. Поэтому, я думаю, что никаких таких эксцессов больше не будет. Ну, конечно, зубры будут умирать в старости, это же понятное дело. А вот от неправильного кормления вряд ли. Говорит, что сейчас за этим очень строго следят. Корм только сертифицированный. В мае ждут приплод, 10 зубрят. Прогуливаясь по зубровому питомнику, Евгений Григорьев признается. Он не боится интриг и готов бороться за каждый уголок заповедника. Было еще до меня судебное разбирательство, где пытались оспорить постановку на кадастр. Да, да, да. А сейчас, значит, пытаются оспорить с другой стороны, с другого края фланга заповедника. Земли очень лакомые, берег Окея. И никого не интересует, что это практически последний участок Московской области, естественной природы. Если они застроят с той стороны заповедник, то смысл вообще в биосферном заповеднике, как резервуаток, международный резервуаток, полигонок, у нас же станция мониторинга, вообще пропадет смысл. А в районе чиновников мало интересует тот факт, что зубрам тесновато на площади в 200 гектар. Вот эти загоны с 45-го года, понимаете? С 45-го, вот 70 лет в прошедшем году будет. Конечно, тут уже, так сказать, изменилось. Растительность, это, то есть надо бы его перенести в другое место, а нету, 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 все уже, все, нету, нету уже места даже, нету. В планах на будущее сделать Преокско-террасный заповедник эталоном, а пока на повестке дня текущие вопросы. Вот мы сейчас готовим документы, чтобы заповеднику было присвоено имя его основателя и первого руководителя зубрового питомника Михаила Заблодского. На следующий год Преокско-террасному заповеднику исполняется 70 лет, а значит все беды должны остаться в прошлом. Екатерина Аксенова, Сергей Бусыгин, Борис Глоба, ОТВ.